7 февраля в Славянске-на-Кубани в войсковой части 25-356 прошла встреча с водной ротой, вернувшейся в часть после выполнения специальной задачи в Сирийской Арабской Республике. На встрече побывали и мы. Здравствуйте, товарищ! Здравствуйте, товарищ полковник! 98 военнослужащих по контракту сегодня вернулись в расположение после выполнения специальной задачи в Сирии. Традиционно в части прошел торжественный митинг по поводу этой долгожданной встречи. Поприветствовали военнослужащих командир полка Игорь Руденко и почетные гости. Вашу задачу решение всех насущих вопросов, которые там возникали, очень высоко оценили командование округа. Я лично, как командир полка, управление полка. В очередной раз убеждаюсь, что полк, правоприемник, ремонтных частей, которые здесь находились, с честью и достоинством выполняет свой воинский долг и нет равных на нашей южной границе таким ремонтным подозрением, как ваше. Дай Бог, чтобы на нашей земле, благодаря нам, был мир и спокойствие. Доброго здравия вашим семьям, родным и близким. Приветствовали своих мужчин и семьи военнослужащих. Мне выпала огромная честь от лица всех жен и матерей сказать спасибо за ваш героический подвиг, который не передать словами. Низкий вам поклон. Мы вас очень любим, ценим и гордимся вами. С ответным словом выступил и заместитель командира батальона по вооружению Виталий Переляткин, который командовал сводным подразделением при выполнении задач в Сирии. Считаю, что подразделение со своей задачей справилось в полном объёме. Хотелось бы поблагодарить личный состав, что не допустили и не подвели. Войсковая часть 25-356 является полком-правоприемником ремонтной части, которая здесь находилась прежде. Он сформирован только в декабре прошлого года. И сегодня в молодой войсковой части появилась новая традиция, заимствованная из традиции военно-морского флота. Когда судно возвращается из дальнего похода, команду встречают с жареным молочным поросёнком. Такую тёплую традицию решили перенять и славянские военнослужащие. Мария Горошкова, Игорь Иванович Гов, программа «События».